друзья мои дорогие всем добра у меня сейчас идет приготовление в реторт пакетах вот автоклав стоит готовлю кашу перловую загрузил 36 пакетов готовлю на воде ну думаю дай бог что все будет хорошо все получится потому что такое количество пакетов готовлю впервые естественно будет полноценный ролик как вы любите так здесь у меня стрелочки чесночные сейчас я с ними а кое-чего поделаю а что у меня еще здесь интересное ребят вот это кукуруза дистиллят кукурузный 20 04 23 год он был изготовлен я его поставил на бруски французский дуб сильный обжиг и вот с апреля месяца он с апреля месяца 23 года это уже больше года он простоял у меня в гараже сейчас я эту баночку принес вот такая вот баночка там бруски еще он плавают и надо попробовать если все хорошо то разлить по бутылкам кукуруза была получена получен дистиллят прямоток на медном шлеме аламбик 21 века видосы все есть если хотите зайдите поглядите сейчас надо так это не отсюда снять пробу а далее уже поглядим буквально 25 грамм в глинкерн комнатной температуры пускай постоит чесночные стрелки сейчас вот так их немножечко поломаю закидываю в пятилитровый банку и далее залью 40 процентным кукурузным ну я не знаю самогоном или нет как это назвать в принципе это не самогон потому как у меня он там есть кукурузный этот дистиллят а то я получал ну можно сказать недоректификат вот если быть точным разбавил до 40 такая аля домашняя кукурузная водка получилось ну и сейчас я ее залью отсюда это будет такая целебная лечебная настойка в промозглые дни осенние ну или зимние когда замерз пришел с улицы до замерз или промок взял открыл налил стаканчик порезал сальцо налил борщица жахнул стаканчик покушал и лег спать все никакая простуда никакая зараза не возьмет вот такие вот дела друзья мои ну еще я буквально вот прям чуть-чудочку пускай постоит немножечко подышит ну по аромату вот хочу сразу уже сказать что по аромату довольно таки интересно естественно бруски вот эти французский дуб лимузинский он свое дал он свое отдал бруски сильного обжига по цвету получилось хорошо цвет такой янтарный в аромате явная такая бурбонность кукуруза вот кукуруза вообще сама по себе когда одна она вот как по мне она довольно таки такая тяжеловатая что ли такая прям серьезная брутальная до кукурузка вот взять допустим какие-нибудь те же бурбоны там американские они такие довольно таки прям тяжелые и вот одна когда кукуруза она тоже довольно таки как по мне прям тяжеловатая поэтому вот у меня какие мысли я их уже в принципе эти мысли озвучивал раньше у меня есть несколько разных дистиллятов вот кукуруза потом а гречка я их я дегустировал прекрасная гречка кстати получилось речка потом еще ячменно-ячневый на ячменно-ячневый круп я еще не дегустировал еще в гараже оставит вот и еще есть на экстрактах и пшеничка и в общем все это было сброжено все это было перегонялось на прямотоки да получились вот такие дистилляты настаивал я их на кубиках и вот сейчас попробую еще кукурузку и вот если она тяжеловата как по мне я очень тяжелые не люблю я люблю такие ну полегче сильно тяжелые не люблю если тяжеловато будет то я скорее всего разбавлю и и ну наверное с ячменной ячневым может быть даже 50 на 50 а может быть сделаю как-нибудь еще ну в общем буду делать купаж это в мыслях у меня такое есть потому как подозреваю я это дистилляция была двойная ну как двойная обычный до 1 примоток перегон браги и 2 примоток это получение уже дистиллята когда надо прям почище почище я делаю тройной перегон все вы это знаете ни для кого это не новости вот но здесь было два перегона и поэтому он такой прям хвостов тут нет хвосты я обрубаю рано ну вернее как они есть но ядреных хвостов нет тяжелых нет но все равно это кукуруза это кукуруза она сама по себе такая прям дистиллят из нее жирный такой и и довольно таки тяжелый получается но вот хвостов я здесь не слышу но кукурузная вот вот он стоит и все больше и больше проявляется вот это бурбонность ну кто пил бурбоны настоящее тот понимает о чем я говорю так я там слежу за автоматикой на автоклаве 95 градусов там уже а при 98 я буду закрывать там крышку вот и поэтому ребята такие вот у меня мысли присутствуют в голове по именно купажу сейчас посмотрим чесноком пахнет вообще стрелки чесночные я вот еще очень люблю их одно дело вот их можно мариновать они вкусные маринованные а другое дело вот прям берешь вот как они есть вот эти стрелочки и их обжариваешь на сковородке чтобы они были не совсем мягкие а такие аль денте и и заливаешь яйцами вообще вкуснотища обалденная вот как знаете стручковая фасоль да вот стручковую фасоль берешь обжарил яйцами залил вкусно очень и вот эти стрелки точно так же можно делать получается очень и очень вкусно ну вот все готово сейчас залью и вон темный шкафчик и пускай стоит вплоть до осени ну вообще две недели и можно сливать так все готово ну что же попробуем аромат приятный бурбонность чувствуется от кукурузы чувствуется сладость прям сладость такая прям серьезная мощная естественно какие-то нотки дал дуб фруктовые такие вот но фрукты такие можно сказать сухофрукты наверно не конкретно прям фрукты а сухофрукты по аромату мне нравится попробуем что получилось по вкусу в нем кстати 40 процентов по крепости а по вкусу прям реально кукурузный бурбон такой не тяжелый нет кстати ни грамма не тяжелый кукурузу прям преобладает ну естественно потому что здесь кукуруза стопроцентный засыпь приятные фруктовые нотки вот даже как по мне вот послевкусия груша какая-то вот у меня груша груша не свежая а сушеная или вяленая груша послевкусия очень приятная вещь получилась очень интересно но все таки не всю целиком а попробую я немножко закупажировать и далее еще продегустировать что из этого получится все таки интересно так что ребята следите за каналом будет еще много всего интересного ну а я погнал заниматься делами сейчас автоклавирование заливаю вот это сортировкой кукурузной и здесь сейчас проведу купаж наверное попробую с гречкой ну а в следующем видосике продегустируем пока ребята что в м в в